Добрый день, уважаемый Алексей Анатольевич, уважаемые присутствующие. Хочу вам доложить, что предприятием Бердянской Катранс в 2014 году было вывезено 6744 метра кубических стихийных свалок. Но чтобы вы понимали, это примерно 1700 машиноходок. Из местного бюджета на эти цели было израсходовано 532 тысячи гривен. В 2015 году, согласно графику работ, планируется вывезти 5820 метров кубических стихийных свалок на сумму 658 тысяч гривен. Уже в январе месяце этого года нами вывезено 496 метров кубических стихийных свалок с разных микрорайонов города. Это с различными микрорайонов городов, такие как колония, это до уборки, после уборки намы. Район РТС, тоже свалка до уборки, во время уборки. В 2014 году на уборку улиц города по графику израсходовано 2 миллиона 848 тысяч. В 2015 году при ежедневной уборке улиц города, согласно графику работ, планируется израсходовать 8 миллионов 735 тысяч. Также я хочу сообщить, что из-за недостаточного финансирования в 2014 году предприятие было вынуждено с октября месяца по настоящее время перейти на неполный рабочий день и неполную рабочую неделю. Это все, естественно, сказывается на рабочем процессе. Для качественной уборки закрепленных территорий города необходимо 130 уборщиков территории. При норме уборки на одного уборщика 4800 метров квадратных. У нас же их по штату 55 человек, а по факту 39. Это связано с тем, что работая неполный рабочий день, уборщик территории получает не положенные ему 1500 грн заработной платы, а около 1000 грн. Поэтому нет желающих идти на работу. Но, несмотря ни на какие трудности, предприятие продолжает работать, убирать городские территории, вывозить свалки и чистить ли мне стоки. Хочу продемонстрировать, что сейчас погодные условия нам позволяют. Мы обычно в январе так не чистили, но, коль погода плюсовая, мы убираем ливневки. Этот микрорайон колония чистим. В городе, понятно, все чистится, убирается. Также я показываю вам, это у нас после стихийного бедствия была масса песка, выкинута на Приморскую площадь. В течение трех дней мы убирали этот песок. Пришлось с некоторых участков снять, конечно, людей и дворников, так как их не хватает. Но убрали полностью все от беседки и до памятника жабы весь песок. Сейчас вы можете посмотреть, как выглядит сейчас Приморская площадь после уборки песка. Все чисто и хорошо. Самый болезненный вопрос, это приобретение резины для автомобилей, так как взнос их составляет 90%. Но если депутаты примут предложенный бюджет, там этот вопрос предусмотрен, но он будет снят. Также при принятии нормального бюджета, без сокращения, мы сможем более качественно и вовремя убирать городские территории, вовремя чистить ливневки и убирать свалки. У меня есть вопрос некорректный. Скажите мне, пожалуйста, являемся ли мы своей мягкостью способственниками и способствующими возникновению стихийных свалок? То есть, из-за того, что мы мало работаем с участковыми, с нашими уполномоченными. Ведь мы уже приучили людей, что Аваська слушает доезд, что они могут мусорить сколько, сколько они хотят. Вот вчера я посмотрел, Карда Шелина Ивановна, спасибо за добрые слова, которые вы говорили. Дошло ли оно нашим жителям, не дошло? Я думаю, вряд ли. Почему? Александр Васильевич, Шелик, я к вам обращаюсь. Ситуация, сидите, пожалуйста. Ведь ситуация непростая. Вот даже там, где не было веток, сейчас люди обрезают деревья и вытягивают все на улице. А мы все это с вами, знаете, так вот молча проглатываем. Это кроме мусора. И мы выделяем сумасшедшие деньги, извините за выражение, очень большие. Лучше бы мы их тратили на ремонт, ливневок и так далее, и так далее. Мы с Александром Яковлевичем вчера разговаривали, и сейчас будет у нас программа по муниципальной полиции, чтобы можно было очень жестоко наказывать тех людей, которые сворачивают на то, что у нашего украинского народа другой менталитет. Представьте себе, в Германии выкинул пакет, а потом повторно он пришел и выкинул. Первый раз он бы заплатил свою месячную заработную плату, где-то 2-2,5 тысячи евро. А второй раз он бы отрабатывал на общественных работах. Я агитирую к тому, что давайте, может быть, проводить более разъяснительную работу. Давайте все-таки возвращаемся к тому, чтобы очень уж много уделять внимания тем, кто имел нас в виду и кто просто загаживает город. По-другому никак не скажешь. Вот скажите, на админкомиссиях, сколько мы человек наказали за последние две комиссии, Александр Петрович, тех людей, которые просто не мусорят, а гадят в городе Бердянске? Александр Петрович, я хочу сказать, что львиная доля тех админпротоколов, которые составляют сотрудники админатилов, касается именно отсутствия договорных отношений на обмыва с мусора или образования стихийных славок. Хочу сказать, что практически никто из субъектов или объектов админпротокола не уходит без штрафа. Причем комиссия единогласна в своем решении, в основном это максимальные суммы штрафов. Если это физлицо, то это 1340 гривен, если это юрлицо, то 1700 гривен. Единственное, мы делаем исключение для тех людей, которые успели после составления протокола до админкомиссии заключить договор, погасить существующую задолженность и произвести оплату с подтверждением исчезновения. Мы подходим к этому вопросу именно таким образом. Ну хорошо, тогда простой вопрос. Всем понятно, что к соседу вы не понесете, а возле своего двора выносите мусор там, где не положено, те же ветки и так далее. То почему это не объект для работы участкового и оперуполномочия? Я некорректно задаю вопрос? Василий Николаевич, оно не слышно, что ты говоришь. Если ты хочешь, встань и скажи, пожалуйста. Это я к вам, Василий Николаевич, Федосов обращаюсь. Понимаете? Давайте же мы, ну все-таки, мы же говорим, говорим. Еще раз говорю, власть, не умеющая карать, является пособницей преступлений. Это не я так говорю. Это говорят люди мудрые. Почему мы с этой стороны такие слабые? Вот давайте мы подумаем. Это не ответ сейчас на оперативки. Давайте мы подумаем. Я думаю, что и в этом корень зла большой заложен. Надо уделять этим людям внимание. Хоть одного в сутки, но обязательно надо поймать на горячем, показывать по телевидению и целый месяц его показывать, как героя в кавычках города Бердянск. Потому что он по-другому же не пойдет. А потом нам рассказывают о том, что мы много выделяем, да, действительно, очень много выделяем денег. Это же надо нам придумать стихийный асфалт. За это должен отвечать участковый, работник админотдела, депутат, председатель комитета микрорайонов и так далее. А почему нет, товарищи? Давайте мы гуртом, батька, быть. Давайте вместе наводить порядок. Иначе же у нас ничего не получится. А то, что надо людям заработную плату платить и полный рабочий день в обязательном порядке работать, и технику, ту, которую купили, ведь уже, извините, изношенная резина до таких пор, что уже корт видно. Это же безопасность и так далее. Вот туда надо деньги тратить в первую очередь. Это не лекция, это просто уже немножко обидно, уже и противно. Что мы так вот вывозим, вывозим, а нас имели в виду? Еще не успели вывезти, как уже несут, без зазрения совести. Дорогие мои, давайте активизироваться, потому что по-другому мы просто утонем в этом мусоре. Какие есть вопросы к руководителям? Я вас прекрасно понимаю, это к вам косвенно, а прямо ко всем нам.